Сильные морозы. Для волонтёров Белорусского общества Красного Креста как руководство к действию? Кто в первую очередь ждёт вашей помощи? Люди, которые оказались на этом же морозе. У нас есть целая методичка, разработанная при понижении температур. То есть мы руководствуемся тем, что если это минус 15, то мы занимаемся информированием граждан о том, как вести себя на морозе, как надо утепляться, принимать горячий чай, выходя на улицу, беречься от этого. При минус 20 наш отряд быстрого реагирования помогает людям, которые без определённого места жительства. Мы выезжаем в те места, где они скапливаются, в основном это точки вторсырья, и там мы людей утепляем, то есть вещами перебываем, обувь выдаём их и, конечно же, кормим. Это и горячий чай, это и горячее питание, чтобы покушал в мороз, и тогда сохранять своё тепло, тепло своего тела. Ну и потом, нужно сказать, что мы предлагаем им, у нас есть кризисный центр, расселиться у нас. Ну, не каждый на это идёт, потому что кризисный центр – это социализация без определённого места жительства. К сожалению, далеко не каждый готов начать жизнь заново, с работы, ответственность за оплату жилья и так далее. Совершенно верно. Ну и потом, кризисный центр, действительно, он человека восстанавливает. Мы упорно ищем ему работу с предоставлением жилья, общежития, и нам уже благодаря этому удалось социализировать в общество где-то 12 человек. Вот, ну, практически за год. Это здорово, это всего за год. Да, это за год. И всё-таки, возвращаясь к вышесказанному, отряд быстрого реагирования, что из себя представляет? Вот. Это 20 человек. Этот отряд у нас создан в городе Гомеле. Но второй такой подобный вот в этом году создаётся в Полицком регионе, это в городе Мозере, где тоже будут заниматься такими действиями, как наш отряд быстрого реагирования. Это высококвалифицированные специалисты, это наши добровольцы, волонтёры, которые не получают заработной платы, но по велению своего сердца и души пришли к нам. Можно ли ждать от волонтёров профессионализма? Ну, безусловно, так как эти волонтёры, они прошли подготовку по первой помощи, и они имеют европейские сертификаты, которые, значит, у них со временем ещё они переподготовку проводят. Они участвуют в международных соревнованиях с такими же волонтёрами Красного Креста из других стран. И на уровне страны между областями проходят соревнования и повышение опыта. И это профессионалы своего дела. Подготовленные люди. Конечно. Хорошо. Как быть в тех районах, где нет такого отряда быстрого реагирования? Это не говорит о том, что помощи там тоже нет? Помощь есть везде. По всей области. Это 25 районных организаций. Мы имеем везде офисы Красного Креста, и там работают сотрудники, председатель, специалисты могут быть, медицинские сёстры, а также, конечно, это наше сердце организации, волонтёры. И, конечно, когда вот сейчас мы наблюдаем мороз, они получают чай и горячее питание. При всём при этом у нас всегда есть банк одежды, тёплой и обуви, которая предоставляется по их просьбе. Ну и хотелось бы сказать, что этот банк одежды, он всегда пополняется, благодаря тому, что у нас возле каждой районной организации установлены контейнеры для сбора чистой одежды. Я надеюсь, в завершении этого интервью по ту сторону экрана возник ещё один вопрос. А чем можем помочь мы? Это я про гомельчан. Каждый гражданин, который неравнодушен к таким людям, может записаться в качестве волонтёра, добровольца, помощника к нам, так как у нас в зимний период, вот теперь, мы видим, что нужна круглосуточная какая-то установка палаток. У нас работают воздушные пушки, которые подают тепло в эти палатки. И мы размещаем там людей без определённого места жительства. То есть это в крупных городах. И, конечно, записаться добровольцем для того, чтобы своё дежурство отработать у нас. Мы будем рады каждому звонку в районную и областную организацию Красного Креста. Ну и, конечно, вот благодаря тем людям, которые пожилые особенно, они вяжут нам шапки, носки, варежки. Мы, конечно, это передаём тем людям, которые... Даже так, не обязательно финансовой может быть помощь. Не обязательно финансовой помощью могут принести свою даже одежду, либо изготовить одежду, я же говорю, шапки, варежки, носки, передать нам. И те люди, которые на холоде, которые этого ждут, они её получат. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернётся тепла. Спасибо за это интервью. Успехов в вашем добром деле. И до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.